Всем привет! Начинаем новый влог. Мы сегодня с Кирюшкой вдвоем. Сейчас подъедем себе по магазинам. А потом я поеду на реснички, Кирюша у меня подождет. Сегодня будет коррекция. Коррекция делается быстро, час. Кирюшка посидит. Сзади нас такая же девочка. Подождет меня. Тут мне все, Кирилл предлагает посмотреть фильм и рекомендует. Хотите вам рекомендацию, если вы любите фильмы в ужасе? Поезд вкуса. И еще вторая часть вышла, в 22-м. А второй какой ты говорила в фильме? Потом класс убийцы. Класс убийцы, выпускники. И еще третий от Руш. Про то, как такси... Ну, это какие фильмы? Страшные? Угу, холодные. Надо смотреть и бояться, правильно? Не, забастись вкусняшками. С чем? С бастись вкусняшками? С чем я не покушаю? Просто мой жанр фильмов это... Любовь. Драма, комедия, приключения. Какой-нибудь запутанный конец. А вот эти фильмы с кровью, кишками, с ужасами немножко не мое. А вот Кириллу наоборот нравится. Я не люблю смотреть фильм и бояться. Это не мой выбор. Но Кирюшке нравится. Если что, все два фильма Кирилл вам рекомендует. Хотя они, наверное, 18+, или 12+. Там некоторые 16+, и некоторые 15+. Так что, имею в виду, 16+. И 12 там есть. Померяем обувь. У Криш, кстати, такие. Но мне надо. Ты что, аккуратно. Кирилл, поднимай давай. В общем, один час для одного магазина. Даже не час сколько. 30 минут для одного магазина. Это очень мало. В детском мире в этом году одно разочарование. Рубашки какие-то. Все тонкие. По 500 рублей которые. А мы покупали хорошую рубашку в прошлом году. Она около 1000 стоила. Вот такая плотная ткань была. Хорошая. Хлопковая рубашка. Поверните направо на дорогу второй станционный проезд. Но в этом году их нет. Не знаю почему. В общем, мы купили голубого цвета рубашку Кирилла. Взяли две пары обуви и Кришу взяли обувь. Сейчас еще все дома приедем померяем. Если ничего другого не найдем, оставим. Если что-то еще найдем. Через полмиле. Поверните направо на дорогу. Страх на скалолица. Нам навигатор подсказывает куда ехать. Нам в любом случае белая рубашка еще нужна. Потому что вырос из них. Мы приехали на реснички. Отправляюсь наводить красоту. Будем делать с Юли коррекцию. Реснички готовы. Кирилл сказал, что все как обычно. Только что-то у меня на лбу. Это полоска от шапочки. Мне Юля сверху надевает шапочку. Для душа. Наверное, чтобы ничего не попадало. Типа волосы не попадали. Делаем мы 2D и в гипце. Эффект леса. Сейчас попадет полоса. Через некоторое время. Катаемся с Кирюшей здесь. По городу. У нас бензин остался на 50 километров. Я и забыла, что надо смотреть на количество оставшегося бензина. Скажу покупки, которые купили. Рубашку взяла. Мятая, конечно, просто вся. Она такая, знаете, хлопковая. Не синтетическая, а хлопковая. Единственная, которая мне понравилась модель. 1300. 152. Вот Кириллу прям впритык. А 158 большая ему была. Я думаю, подтянет она еще после стирки. Может все-таки побольше. Но побольше она ему... Он в ней не такой красавчик. В этой вот красавчик. Побольше уже она ему широковатая. И рукав длинный. И купили обувь. Две пары. Две пары Кириллу. Он выбрал себе вот такие. Какие-то макосины. 37,5 у него размер. Парижская коммуна. Типа вот как ортопедическая стелька. Не знаю уж правда или нет. Какой у них тут состав. 2700. А не 2800. Стоили 3600. Слушайте, какая-то штучка даже вот тут есть. Что у нас за состав? Может даже кожа? Ну вообще мягкие. Дышат. Кирилл сказал, мне удобно. Здесь вот все мягкое, хорошее. Ему понравились. Все. Нравится. Кроссовки взяли. У Гриши, кстати, точно такие же. Кирюхи тоже взяли. Мягкие. Для физкультуры. Прямо отлично. И на сменку их можно носить. И Гришуль взяли. Вот такие кроссовки. Померяем. Надо размер посмотреть. 30-е мы ему взяли. Можно 31-е, думаю, поменять. Красивые. Сейчас стоят 990. 890. Классные. Девчонки, у кого мальчики в детском мире. Посмотрите, какие классные кеды за 1000 рублей. Готовлю сейчас сырнички. Хотела вам показать своих малышей. Всегда, всю свою жизнь готовила такие большие сырники. Огромные. А это вот я перешла на малышей. Такие аккуратные, маленькие. Мы как-то в кафешке были. И там порция 4 сырничка, по-моему, маленьких. Вот таких. 4 или 5 штук. Мне так понравились они. В общем, вот. К 35 годам научилась готовить сырники. Это все опыт девочки. Готовим многое. И с опытом начинает получаться. Рано или поздно. Так. Нас предупредили о том, что нас выключают воду. Завтра на целые сутки. Поэтому мы запасаемся. Я налила уже в 5-литровую бутылочку. Нам, кстати, накрыть ее крышкой. Вот так вот хотя бы. Чем-нибудь. Сейчас я придумаю, чем накрыть. Набрали воду, набрали в ванну, чтобы можно было смыть в туалете. Что еще? И, наверное, может еще купить пару 5-литровых воды. В общем, отключена весь день. Так что купаемся. Максимально моем всю посуду. Делаем все дела, чтобы завтра день был свободен. Чего особо ничего не приготовишь. Польмешки сварим. Либо чтобы заранее готовить. Но мы уезжаем на дачу с ночевкой. Там надо покосить газон, полить его. Давненько мы там не были. Так что поехали. Мы приехали в Обе. Артем хочет купить песчано-цементную смесь. Распродажа сезонная. Качели, мангалы. Да, вообще, да. Там тоже я смотрела, особо нет ничего. Столированные зачем для машины. О, у нас на даче, кстати, такая. В этом, в туалете. 689 квадратный метр. Осторожно. Вот это ты сильный. Давай, смотрю. Смотрите, ребята. Ой, мы на месте. Цементная, песочная. Вот, папе, мешочки нужны. Видишь, там разные. 219, 150, 140, 111. Вот там сразу видно, что пакет может порваться. Хотя любой может порваться. Вот это, наверное, хорошо берут, раз его меньше всего осталось. 209. Хорошая логика. Ну да. Может, маркетинг мой ход. Да. Ну, кстати, я вам расскажу секрет, когда мы работали в Ривбош. Нам было что-то продать. Мы убирали с полки все. Поставляли 2-3 флакончика или тюбики. И говорили, последнее, это последнее. И так продавали. Что это секрет? Красная? Пожарная? Давай, померяй. Стой, готов? Смотри на меня. Во. Иди, папе покажи. Папа, папа. Папа. Выбрали себе костюм на Новый год. Это каска пожарного. Что, можно на... Он говорит, пожарного красная. Нет, все правильно. Пожарники в красный ходят. Ага. Что, подаришь? 249 рублей. А там можно уменьшить. Можно поменьше ее сделать? Все, отлично. Берем. Что, берем такую? Ага. Продолжаем влог. Мы на даче. Погода потрясающая. Еще не так жарко. Но вообще у нас в Саратове под 30 с лишним градусов жары. Но это неплохо. Я люблю, когда тепло. Так, мы были родители на даче. Нам отдали мяту. А есть перечная мята, а есть лимонная мята. Вот. Очень вкусная, ароматная. И один кустик нам отдали. Сейчас я ее буду пересаживать. Прям с корнем вчера мама выкопала. Сейчас мы ее куда-нибудь с вами посадим. Такие помидоры. Такие помидоры с меня ростом. У меня метр 68. Вот смотрите помидорки. Реально с меня лошадиные. Огурцы в этом году что-то вообще. Покажу вам. Запечалились. Вон все посохли. Мы не каждый день на дачу ездим. И вот они. От того, что их не поливали, все завяли. Вот эта мята. Очень ароматная. По виду она напоминает обычную. Но на самом деле она гораздо ароматнее. У нее совсем другой аромат. Прям реально лимончиком такой. Сейчас мы ее копнем. Куда-нибудь в тенечек. Вот тут у нас куст обычной мяты. Мы не будем смешивать. Мы куда-нибудь в другое место сейчас прикопаем. Вопрос куда? Нашла лопату. Вот сюда под дерево сейчас копну. Разве будет одна мята? А здесь будет другая. Готово. Отправляем вот сюда. Ну все. Теперь скоро будем пить чай. В следующем году с вкусной мятой. Вот эти веточки я сейчас отрежу. Вот так вот чикну. А корешочки, надеюсь, приживутся. Вообще мята это сорняк. Вон я три корешка прикопала в начале лета. Весной. В конце весны, в начале лета. Вон она, видите, как расплескалась по всему газону. Что-то очень жарко. Пришлось переодеться в топик. Пойдем покосим с вами газон. Казон у нас подрос. Сколько, наверное, недель мы его не стригли. А его нельзя... Ему нельзя подрастать выше, по-моему, 10 сантиметров. Иначе он будет расти всю свою энергию и зелень отдавать вверх. А ему надо, чтобы он вот так вот был, стелился. Поэтому, как только он подрастает, примерно раз в неделю обязательно должен быть покос. Покажу вам, как сейчас выглядит газончик в тенечке. Вот такая полянка. Но это перец, стрижка. Он высокий. И если присмотреться, он уже становится таким стареньким. Видите, внизу уже как солома. Сено соломы такой сухой он. Для этого нужно аэратор купить и проходиться этим аэратором. Но я смотрела электрически. Он около больше 10 тысяч стоит. Пока я не готова на него потратиться, возможно, в следующем году будет видно. А еще такой момент. У нас очень сухая земля здесь на даче. Если, например, несколько дней мы не поливаем, происходит вот такой вот момент. Просто трещины, как будто у нас Африка, сафари. Вот, смотрите. Это, я думаю, нужна другая здесь земля. Возможно, осенью мы сюда привезем немножко земли, подкупим. И вот такой момент. Это практически везде, ведь она трескается, земля. Такие трещины. А если я начинаю поливать, то оттуда слизняки начинают выплывать. Они там живут. И, наверное, удобрять. Если присмотреться, то эти трещины есть везде. Если мы пойдем вот сюда. Вот они, вот они, вот они, вот они. Но у нас не земля, вот они, слизняки. Вот они. Отдыхают. Полно их. Смотрите, какой паучок. Я вам сейчас покажу. Сейчас, фокусирую. Может, он какой-то вообще ядовитый, что ли. Блин, мне фокус поймать. Все, уполз. Так, это вот свежий только этого года газон. А этот газон, а это печалька. Уже все, он больше не растет. В осень уже пошел. Здесь теневая зона. Здесь еще как-то вот более-менее есть островочки зеленые. Ну, вот он, видите, весь. Надо вычесывать, прочесывать. Если с умом заниматься, если уделять ему каждые, не знаю, два дня внимания. Но каждые два дня это... Нет столько времени, чтобы на него уделять. И второй раз в этом году я его не удобряла. К сожалению, тоже пустила момент. Ну, мы восемь удобрим. В зиму, точнее, в зиму удобрим. И этот, и вот этот. В любом случае, лучше, чем у нас тут был бардак. Были доски и так далее. Все равно полянка. У нас вся цифра 5, кстати, висит. С 9-го числа, с 9-го июля. Сегодня уже конец августа. И она даже не сдулась. Фикс прайс, кому интересно. Вообще, отличные циферки. Прям рекомендую. Так, ну что, все, поехали косить газон. Так, ну что, все, поехали косить газон. Так, ну что, все, поехали косить газон. Попробуем. Артем я решил подменить, пока он стрижет газон. Я все остальные участки поливаю. Решили разделить работу. Польем нашу пустыню в Сахару. Это вообще самое сухое место. Сильно на солнышке поливать не буду, чтобы трава не сгорела. А вот здесь тенечки немножко польем. Гриш, расскажи, как спит твой брат? Вот так. Как кто? Как я. Как зомби? Вот так он спит? Ага. Сомби с ядовитами, с лизами. У кого ядовитые с лизи? У Кирилла? У меня. У монстров. У монстров? Ядовитых. Это вот такой вот дырный слайд. А вот здесь сидит. Я один робот корил. Неси, неси, помогай, папе, давай. Вот, здоровяк. Пап, ты видел, что Гриша помогает? Сомби, гена, вот такая лепестка. Друзья, мы рады сообщить вам радостную новость. У Гриши появился домашний питомец. Так как у него аллергия, мы не можем заводить кошечек, собачечек. Мы завели улитку. Как ее зовут? Улитка Гэри. Улитка Гэри. Она живет в своем домике. Покажи, вот в таком. Вот. Домик, кстати, с музыкальной. Мама, ты нахер, я хочу целую коллекцию. Вот еще. Покажи, как он двигается. Он же еще едет, может шевелиться. Ага. А он, наверное, на пол поставь его. Он тут не очень. Опа, поехал. Еще давай. Давай. Там, кстати, кроме улиток еще и собачки, динозавры. Там всякие разные. Что за дружные дети, а? В кавычках. Братики. Вот я смотрю, как вы деретесь. А ну стоп. Все, мы не успокаиваемся, пока не дойдет до слез. Сегодня Гришины слезы. Все, поиграли? Да. Все, закрываем воду, выключаем газ. У нас традиция перед отъездом. Обязательно. Обязательно все выключить. На всякий случай. Газ у нас такой от баллона. И воду мы тоже переключаем. Потому что пару раз мы приезжали тут, подтапливали соседей. Бывает, прорывает воду. И все по соседям. Кирюш, закроешь ворота? Да, займи ключики, а минерал кладем. А, ты поэтому выставила, а я его брала в кладем. Я его выставила просто, чтобы он не стоял. Он сейчас закрутит. Ладно. Мои очки, мне кажется, они дома. Все, садитесь. Машину. Мы уже дома. У нас, не представляете, в Саратове, насколько жарко. У нас просто Дубай отдыхает. Там 30 с лишним градусов. А если на солнце, наверное, все 40. Очень жарко. Я сейчас вместе с Артемом детьми заезжали на почту. Мне пришла посылка. Довезли меня. И сами уехали покупать Кириллу белую такую защиту. Помните, мы не смогли найти в Спортмастера. Заходили. Эта защита нужна, если ребенок занимается каратэ с 10 лет. Это обязательно условие для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Для безопасности. Потому что уже дети такие мощные, сильные. И удары могут повредить грудную клетку. Поэтому такой жилет, он обязательно нужен. Так, я вам покажу, что мне пришло. Мне пришел заказ из интернет-магазина Пиди Пари. Пришел новый парфюмчик. Я уже все послушала, посмотрела, открыла. Сейчас покажу все вам. Хотела я заказать 100 мл, но их все распродали. Остались только 50 и 30. Я взяла 50 мл. Один аромат взяла себе и два Артема. Так, первый. 50 мл приходит вот в таких коробочках. Аромат, мужские ароматы. Давайте начнем с них. Это Dolce & Gabbana, Zouan. По поводу Пиди Пари. Здесь ароматы, когда вы заходите на сайт, вы видите флакончики. Флакончики, те, которые вы привыкли видеть в магазинах. Но это улучшенная версия знаменитых ароматов, которые вы любите. Многих ароматов сейчас уже нет в продаже в магазинах, знаете, да? И я вот пользовалась Пиди Пари, когда еще у нас были все ароматы. Еще года три назад я заказывала. И по поводу того, что аромат не похож. Ну, те, которые я пробовала, девочки, ну, правда, очень похожи. Сходство 99%. Они очень похожи. Ну, единственное, что они более мысленистые. И они... Ну, даже вот я наносила Dior Dic 2, который пришел. Вот он держится. Он, хотя самый-самый такой легкий свежий аромат. Но он у меня реально дольше держится, чем вот я Dior наносила там. Может быть, просто время меняется. Не знаю. В общем, я заказала Dolce & Gabbana Zuvan, мужской, 50 миллилитров Артему. Если у вас, у вашего мужа, парня, сына никогда не было Dolce & Gabbana Zuvan, обязательно попробуйте. Наверняка вы видели красавчика Мэтью Макхонеки. Вот он лицо этого аромата. Вообще, мне очень нравится. Он сладковато-древесный. Просто ваш мужчина будет неотразим в этом аромате. Я вам в описании пропишу название, которое я заказала. Второй, 212-й Мэн, аромат марки Carolina Herrera. Вот он немного такой, знаете, больше кэжуал стиль. Он такой цитрусовый, чем-то на Lurum Sport похож. С цитрусовыми нотками, свежий, морской. Ну, тоже хороший такой, свежий, нейтральный. Вот 200, вот Dolce & Gabbana Zuvan, если сравнивать, да, он такой вечерний, шикарный. Костюмчик можно под него одеть, там, такой в офис куда-то его нести, чтобы все с ума сошли. А у 212-й он легкий, ненавязчивый, более такой спортивный. Ну, если прям вот так говорить, таким языком. Классные мужские ароматы. С ним нельзя прогадать. Мне кажется, каждый мужчина будет рад. Вообще, желательно, чтобы было два разных аромата, как минимум. Ну, я люблю, когда у меня их много, я по настроению их наношу. А себе взяла Dior Edict 2, тоже 50 миллилитров. Он такой нежный, он вкусный, цветочный. Если его сравнивать, он похож на Chanel Chance Tender. Кругленький вот этот. Очень вкусный, нежный, цветочный. Классный. Вот лето, весна, кто-то ему осенью пользуется. Очень классный. По поводу заказов. Многие писали в комментариях, почему не отправляют заказ. Вы оставляете свой номер телефона. С вами связываются девочки в течение трех, двух-трех дней. Это парфюмированные специалисты. Девочки, которые подбирают парфюм. Если вы уже знаете, что вы выбрали, или вы хотите подобрать, то они могут вам посоветовать, исходя из ваших предпочтений. Вот. Перезванивают, и там вы уже договариваетесь, можно оплатить сразу. Тогда тоже какой-то бонус. По-моему, это бесплатная доставка. Я с девочками созваниваюсь, они мне оставляют координаты, я оплачиваю, и мне бесплатная пересылка через ДЭК. Вот. Если предоплату делаете, то через ДЭК бесплатная доставка. Так она, наверное, будет на рублей 300 стоить, если сначала отправляют вам, а вы уже на месте оплачиваете. Сайт проверенный. Ни разу не было, чтобы не доходил заказ. Поэтому оставлю вам в описании. Проходите, выбирайте для своих мужчин, для себя ароматы, пока они есть. Потому что 100 миллилитров уже распродали. Остались 50-30. Выбирайте, проходите, побалуйте себя и своих любимых. Ребенок, ты откуда пришел? Что с твоей майкой? А что с твоими ногами, Гриша? А у меня мороженое напало. А, это на тебя напало мороженое. Давай, ты знаешь, куда пойдешь? В ванную, чтобы на тебя напала водичка и тебя помыло. Давай, хорошо? Все это надо срочно помыть. Давай-ка, отправляйся в ванную и отмывай все свои черные ноги. Сходили с папой. Съездили, называется, с папой. А ты где спец будет, мама? Давай, я уберу его отсюда. В ванной он не нужен. Давай, купайся, а потом будешь есть свои вкусняшки, которые купил. Пока там Гриша отмывает свои ноги, я буду отмывать кухню. У меня есть вот такая штука из фикс-прайса, называется санитол для кухни. Им можно и плиту отмывать, и отмывая противень. И он для стойкого загрязнения. Для стойких загрязнений. Вот этот торговый марк, Гринфилд. Вот, видите, внизу написано. Вот у них я брала еще... Ой, что же я брала? В общем, какие-то тоже средства для дома. И Гринфилд мне нравится. Хорошие. Они не сильно химозные, и при этом отмывают. Стоит 77 или 79 рублей. Что-то такое. Давайте покажу вам фронт работы. Смотрите. Это штука от муравьев. Наносила сюда жидкая, липкая. Мы сейчас тоже будем ее с вами поворачиваем. Вот так вот наносим вот сюда. Затем плиту будем отмывать. Вот так она выглядит. Ну, грязная, но это еще не самое грязное загрязнение. Плохие, но тоже. Нанесем с вами сюда. Потом вот здесь тоже. Вот сейчас видите. Вот здесь, вот здесь, вот здесь тоже мы сейчас все это... Все эти загрязнения ототрем. Вот. И, наверное, противень тоже достану, и мы его тоже с вами замочим. Тоже можно обновить. Вот тут у меня тут жир, тут жир. Мы сейчас мы с вами его замочим здесь. Наношу так смело, потому что поверхность у меня на кухне... Это не камень, а эпоксидная смола, что ли, вот эта поверхность. Не мы делали кухню, мы уже купили такую, но она супер выносливая. Вот так выглядит внизу. Вот она, видите? Ну, классная вещь. Просто ничего не видно. И расцветка мне очень нравится. Она универсальная. Легко отмывается. Вообще классная. Кухня нам от бывшей хозяйки, предыдущей досталась классной. Я ее очень люблю, эту кухню. И расцветка, и функциональность. Мне все нравится. Вот жирочек уже, видите, начал отмываться. Потекла грязь. Теперь берем губку, щетку, и все это начинаем отмывать. Плиту я отмыла, поверхность отмыла. Покажу поближе. Помните, здесь вот такие желтые пятна? Все идеально чисто. Все легко, быстро отмывается. И мне нравится, что химозного запаха сильного нет. Все, тряпочка все протерла. Теперь чистота. Осталось мне еще вон тот угол разобрать. Это чистая посуда. Я ее все перемыла. Сейчас разберу. Иду, убираю. И будет тоже там такая же чистота. Цветочек сейчас переставим. Вот сюда. Вот так. Съездила, забрала Кирилла с тренировки. Он у нас, кстати, едет в воскресенье в город Воронеж. Так что, если кто-то из Воронежа нас смотрит, вам большой привет. В воскресенье Кирилл будет на соревнованиях. Вот, держите за него кулачки вместе с нами. Купила, заехала водички. Вот такой. Я всегда ему беру на соревнования воду специально в маленьких бутылках. Потому что она не занимает много места. И там они, эти бутылки теряются. Это выпил. И удобно взять с собой. Сделала ему четыре бутылочки. Еще очень часто у каких-то детей не оказывается воды. И Кирилл делится водой. Взяла сырок. Завтра сделаю в дорогу бутерброды. Что-то одна упаковка какая-то, как будто открытая. Не пойму. Как будто не под вакуумом. Это, кстати, я беру в красно-белом. Стоит 149 рублей. Вот такой сырочек вкусный. И взяла батон. Тоже завтра буду делать бутерброды. У меня есть колбаска. Я покупала уже до этого. Целый рулончик у меня остался с колбасы. И сделаю вот бутербродики. Я, может быть, на этом сделаю. Не на гриле, как это называется. Будет бутербродница. Вот, в ней. Что еще хотела сделать? Сейчас хочу протестировать масочку. Вот такую вот покупала в Экспрессе. Маска Детокс. С авокадо, киви и брокколи. Сейчас вечером умоюсь. Сниму макияж. И нанесем вот эту масочку. Протестируем. Посмотрим, как она. Обещают питать кожу, защитить и оказать антистресс. Как раз дети у меня дерутся между собой. Я буду делать антистресс процедуру. Так, масочку наносим. У нас теперь ядно пахнет. Травкой. Сейчас посмотрим, как тут лекала устроена. Маска тканевая. Не пугаемся. Ммм, приятный какой аромат. Нежный такой аромат травки. Очень влажная маска. Напитанная, насыщенная. Самим вот этим... Я даже не знаю, чем сывороткой. Маска хорошо держится. Приятная на ощупь. И прям очень жидкая. Не гелевая, прям жидкая. По размеру нормально. На мое лицо. Среднее по размеру подходит. Все, расслабляемся. Чувствуем пролив детокса. Отдыхаем, релаксируем и идем спать. У меня бронусы лучше вот сюда стекает. Все, на ручке тоже можно помасать. Все, ребята. Спасибо, что сегодня были со мной. Желаю вам отличного дня, продуктивного, хорошего настроения. Все, всем до завтра. Всем пока. Увидимся очень скоро. Все, я пошла отдыхать и спать.